Костромская область Костромская область 260 километров с севера на юг, 420 с запада на восток. Самый центр европейской части страны. Главные реки Волга и Кострома. Область небольшая по площади, 60 тысяч квадратных километров, чуть меньше Латвии или Литвы. Народу почти 700 тысяч. Кострома издавна считается центром духовной жизни России, одним из важнейших паломнических направлений. Верующие стремятся попасть в Богоявленский Анастасийн монастырь, основанный в 1426 году, учеником Сергия Радонежского, преподобным Никитой Костромским. Судьба у монастыря очень и очень непростая. Его осаждали и грабили иноземные захватчики. Разрушали и закрывали при советской власти. Тут находился весьма многолюдный рабочий поселок, который назывался Безбожник. Вот 200 самосвалов мусора вывезли после этих безбожников, когда монастырь снова отошел к русской православной церкви. В 1991 году сюда, из другого Костромского храма, была перенесена чудотворная икона Феодоровской Божьей Матери. Это главная святыня Костромской области. Правители царского дома Романовых считали Феодоровскую икону своей защитницей и покровительницей. Ей приезжали поклонницы Александры I, II, III, Николая I и II. 27 марта 1613 года перед ликом Феодоровской богоматери Михаил, первый из династии Романовых, принял избрание на престол. Образ действительно творит чудеса. Отец Михаил, а что это за чудеса? Расскажите. Я сам был свидетелем очень многих чудес. На месте происходили чудеса, когда люди, не имевшие по каким-то причинам детишек, усердно молились со слезами. Поверьте, даже взрослые люди получали исцеление от этого недуга. И после трех лет, когда не было детей, восемь, десять лет, пятнадцать лет, это все на самом деле, эти чудеса зафиксированы. С лета 2000 года в соборе начали происходить удивительные вещи. Замироточили сразу несколько образов. Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Владимирской богоматери, святого князя Владимира. Всего восемь икон. Сам монастырь был местом паломничества для представителей Царского дома Романовых даже тогда, когда Чудотворная Федоровская икона находилась вне монастырских стен, в другом соборе Костромы. К 300-летию дома Романовых власти Костромы открыли Романовский музей. При царе тут знакомили с историей династии и Костромского края. По соседству в здании дворянского собрания разместили выставку работ Фаберже. Она открылась в рамках Романовского фестиваля, приуроченного ко дню призвания Михаила Романова на царство. В дворянском собрании выставлены 145 уникальных экспонатов. Их привезли из немецкого города Баден-Баден, где недавно открылся единственный в мире музей Фаберже. Это первый выезд экспозиции за рубеж. У Фаберже был свой неповторимый стиль, который можно все-таки назвать стилем Фаберже. Помимо фирмы Фаберже были и другие ювелиры в России. Они могли точно так же позвать себе другого ювелира и заказать ему. Но именно Карл Фаберже стал незаменимым для императоров российских. Всего своей такой особенности, особого стиля, особого искусства. Фаберже – это не только пасхальные яйца, это много чего еще. Золотые часы, портсигары, броши, посуда, статуэтки. И все же центральным экспонатом выставки стало одно из яиц, изготовленных по заказу Николая Второго. Так уж случилось. Мы говорим Фаберже, подразумеваем Романовы, говорим Романовы, подразумеваем Фаберже. Это подарок маме Марии Федоровне, от сына Николая Второго. На Пасху 1917 года. Подарок выполнен из скромного материала, из березы, потому что шла война, в стране вовсю бушевали революционные страсти. Видимо, это уже был последний подарок, который мать получила от сына. Если присмотреться, то подарок не такой уж и скромный. Есть на березе сапфир, золотые украшения. Внутри был заводной бриллиантовый слоник. Но по сравнению с рождественской елкой, густо посыпанной бриллиантиками, яйцо, конечно, выглядит попроще. Елку от Николая Второго в подарок получила балерина Матильда Кшесинская. Она два года была его, как бы это сказать, близкой подругой. И, естественно, еще до помовки цицаревича Николая и Александра Феодоровны. То, что Фаберже не мог продать, в конце года переплавлялось. В творческом плане ювелир рос постоянно. Вот почему его работы актуальны и сегодня. Для него важным были искусство и труд ювелира, а не количество карат. У меня тоже есть подарок. Мне его преподнесли в Богоявленске Анастасиным женском монастыре. Это, конечно, не Фаберже, но для меня этот подарок имеет духовную ценность, сравнимую с материальной ценностью всех этих бесподобных произведений ювелирного искусства. Главную площадь Костромы называют Сковородкой. Ведущая к ней центральная улица – это ее ручка. От площади веером расходятся улицы. Легенда приписывает идею такой веерной застройки императрице Екатерине. Она якобы уронила веер на карту и сказала – так и стройте. У сковородки имеется и нормальное название – Площадь Сусанина. На ней стоит памятник народному герою и герою анекдотов. Не любят здесь анекдотов про Сусанина, потому что это серьезное дело. Человек отдал жизнь за царя, принял мученическую смерть. Если бы не Сусанин, то, наверное, никакой бы династии Романовых и не было бы. Но ничего с собой поделать не могу. И сказал Иван Сусанин полякам – водки не обещаю, но погуляем хорошо. Именем Сусанина зовут новую систему спутниковой навигации. Мешно. Приходит Сусанин в горсовет, видимо, Костромы. Секретарш его спрашивает – вы кто? Я – Сусанин. Тот самый – тот самый. Это такая большая честь для нас. Вы присаживайтесь, а я всех соберу. Да-да, вы всех собирайте и пойдем. Есть несколько версий истории из Сусанина. По одной из них, крестьянин-герой был управляющим в отчине Михаила Романова и его матери в селе Домнино. Когда сюда в поисках Михаила явился польский отряд, Сусанин своего господина спрятал, а поляков увел на болото. Дом Романовых не сохранился. На его месте построили церковь Успения Пресвятой Богородицы. Дом и деревни, где родился сам Сусанин, тоже не сохранились. Но в Костромской области есть Сусанинский район, а в нем село Сусанина, бывшая Малвитина. А в селе имеется церковь. Она вам наверняка знакома. Ее изобразил Саврасов на картине «Грачи прилетели». Церковь не действующая. В ней располагается музей подвига Сусанина. Скажите, а был ли подвиг-то? Я слышал такую историю, что это все придумали ушлые родственники Сусанина. Они написали письмо царю. Царь поверил? То, что Иван Сусанин все-таки это лицо историческое, у нас говорит об этом документ. Это жалована грамота, которая была дана на имя его зятя Богдана Сайбенина в ноябре 1619 года. В этой грамоте как раз мы узнаем о том, что Иван Сусанин был и совершил такой подвиг. Косвенным свидетельством тех трагических событий стала польская сабля 17 века, найденная сусанинцами. Может, этой саблей нашего героя и зарубили. 58 человек за 4 века в разных частях России и на Украине повторили подвиг Сусанина. В результате полегло немало поляков, шведов, французов, немцев и наших, колчаковцев. Враг садился на мель, попадал в засады, ну и, разумеется, в болото. Из потомков Сусанина осталась одна ветвь, но они не Сусанины, а Белопаховы. Живут в Саратове. Осип Иванович Комиссаров, земляк Сусанина, ему тоже однажды довелось спасти династию Романовых. Он оказался в Петербурге в тот самый день и на том самом месте, где террорист Каракозов, 25 лет от роду, стрелял в Александра Второго. Комиссаров сильно ударил Каракозова под локоть, вот так. И пуля прошла над толпой, над Александром Вторым. Комиссарову было пожаловано потомственное дворянство имения под Полтавой, а Каракозова казнили. На Исуповское болото, туда, где все и случилось, водят экскурсии. Со смотровой площадки хорошо видны две проплешины, Большая и Малая Поляны. Как раз напротив них и устраивают костюмированные представления, воссоздающие события тех лет. Куда ты завел нас? Туда, куда нужно. Мы сбились с пути, но кем Михаила тебе? Не спасти. Убейте! Замучьте! Моя здесь могила. Но знайте, рвитесь, а спас Михаила. Предателя мнили во мне вы нашли. В честь подвига Сусанина, благодарные потомки поставили 50-тонный камень. Говорят, что болото само его выплюнуло. На самом деле, камень привезли из карьера под Костромой. По одной из версий, Сусанина убили. Полякам удалось выбраться из болота. Однако, Михаил Федорович Романов успел убежать из Домнина, и он был уже далеко. По другой версии, Сусанина сначала в Италии. Поляки требовали, чтобы он вывел их из трясины. Сусанин, естественно, отказался, был убит. Часть поляков полегла здесь, на болотах, а часть выбралась. Тех, что выбрались, перебили крестьяне. Вот они, болото-то, вот! Две с половиной тысячи гектаров опасные трясины. Через нее проложили гадь, настил из досок. Шаг влево, шаг вправо лучше не делать. Тут вам эмигрирующие кочки и так называемые окна. Наступишь и на дно. А глубина до 16 метров. Но несчастные случаи на болоте большая редкость. Последний произошел в 40-х годах. Секретарь райкома ушел охотиться на болото, не вернулся. Несколько лет назад сестры-пенсионерки из Сусанина отправились по грибы-ягоды. Два дня искали женщин. Нашли их. Говорят, что на месте гибели Сусанина выросла вон та красная сосна. Я вот не вижу, красная она или нет. Не знаю, видите ли вы. И нет ничего удивительного в том, что она красная. Местность богата железом. Здесь такая настоящая аномальная зона. Стрелки компаса показывают неверное направление. Удивительно то, что березы вокруг не красные. Жалко, нельзя ближе подойти. Засосет! Когда-то болото хотели осушить, но местные жители отстояли. Теперь это охраняемая природная территория. Исторические объекты – памятник природы федерального значения. Медведи здесь устраивают лёжки. Лоси имеются, судя по следам. А летом расцветают редчайшие орхидеи – офрисы. В 2001 году по распоряжению губернатора специалисты эксгумировали 360 останков. Здесь, на болотах и в селе Исупово, где, вероятно, захоронен Иван Сусанин. Так вот, среди этих останков нашли череп со следом сабельного удара или удара топора. Вполне возможно, что это череп Ивана Сусанина. Так что Иван Сусанин был, есть и будет героем России на все времена. Как на самом деле развивалась история с польскими интервентами, с Усанином и бегством Михаила Романова, можно только гадать. Но мы знаем наверняка, что Михаил и мать его, Иннокенемарфа, укрылись за высокими стенами Ипатьевского монастыря. Монастыри-то раньше были ещё и крепостями. В башнях хранили порох и припасы. Они соединялись галереями. Через систему подземных ходов можно было выйти к берегу Волги, и набрать воды на случай осады. Однажды здесь засели поляки из войск Лжедмитрия II. Так вот, выкурить их смогли только после того, как взорвали часть крепостной стены. Ипатьевский монастырь, согласно преданию, основал в 1330 году татарский вельможа Чет, который ехал на службу к московскому князю Ивану Калите. Чет сделал на этом месте привал. Во сне ему явились Дева Мария, апостол Филипп и священномученик Ипатий. Чет крестился и основал там, где заснул, обитель. Михаил Фёдорович и Марфа жили, вероятно, там, где теперь стоят палаты бояр Романовых. Царственные особы остановились в обычных кельях, вели жизнь скромную, монашескую, в посте и молитвах. В палатах Романовых располагается музей, и вещи здесь собраны уникальные. Иконная пелена, принадлежавшая Иннокене Марфе, посох царя Михаила, её сына, церковные предметы, выносные фонари и иконы 17 века, ставшие свидетелями призвания Михаила Романова на царство. Это всё по большей части подарки царей. Николай I приезжал на стены один раз, Николай II – два, Александр II и Александр III были тоже по два раза. В Ипатьевском монастыре много интересных строений, но, пожалуй, наибольшего внимания заслуживает собор Святой Троицы. Им наша страна может по-настоящему гордиться, ибо это нечто совершенно уникальное. Не знаю, с чем можно сравнить внутреннее убранство храма. Был такой итальянский художник и архитектор в 13-14 веке. Джотто его звали. Так вот, думаю, что его можно поставить в один ряд с мастерами, художниками, изографами, которые здесь потрудились. Фресковый цикл Свято-Троицкого собора состоит из 81 композиции, расположенной на пяти ярусах. Самый верхний посвящен Ветхому Завету. На двух следующих изображены евангельские истории, ещё ниже деяния апостолов. К счастью для нас, имена авторов, которые создали эту действительно грандиозную эпопею, не остались неизвестными. Они подписались на северной стороне храма. Эх, языками я не владею. Но попробую прочитать всё равно. Трудившиеся сию святую церковь, заографы Града Костромы, сии суть имена. Гури Никитин, Сила Савин, Василий Осипов, всего 18 человек. И надо сказать, что это была одна из последних работ Артели. 17 век. Вся стенопись была выполнена за один летний сезон. С соборных колонн на нас смотрят князья и цари, в том числе Михаил Романов, родоначальник династии. Под ним традиционно располагалось царское место, где во время службы сидели монарши-особы. Отец Иоанн, скажите, пожалуйста, Михаил Фёдорович Романов канонизирован? Он святой? Нет, он не канонизирован. Но сердце исполнено к нему такой любовью, что если это было бы возможно, конечно, хотелось бы из московского Кремля перенести его сюда, в Ипатийский монастырь. Ну, понятно, это, конечно, невозможно. И вместе с тем, история говорит о чрезвычайной доброте этого человека, о его любви к церкви. Это был настоящий христианин, и несмотря на то, что его нет в святцах русской церкви, конечно, перед Богом, если можно так сказать, я уверен, что это был человек действительно святым, который любил свой народ, человек, который отменил после страшного, смутного времени смертные казни. Человек, исполненный гуманности и любви к церкви. Собор разрушали, восстанавливали, перестраивали. От более ранней постройки сохранились двери, обитые медными листами с изображением евангельских сюжетов. Они нанесены техникой огневого золочения. Техника редкая, сложная и опасная для жизни, потому что мастера имели дело с артутью. Двери монастырю преподнес Дмитрий Годунов, дядя более известного Бориса Годунова. Из 92 представителей рода Годунова в монастыре нашли покой 52 человека. Годунова вообще опекали монастырь, потому что вели свой род от основателя, крестившегося татарина Чета. Вот через эти самые ворота в Троицкий собор заходил Михаил Федорович Романов. Заходил он 16-летним юношей-боярином, а выходил-то уже царем всея Руси. Второй год подряд в Костроме 14 марта по старому стилю и 27-го по-новому устраивается театрализованное представление, призвание Михаила Федоровича на царство. Михаил Федорович Романов наш царь! Наш царь! Ведь костромской поселянин Иван Оспович Сусанин жизнь положил в его спасение! Нежели выбрать царя не по мысли народа, можно ожидать новых больших смут! В этот же день, 14 марта по старому стилю, 27 марта по новому, 397 лет тому назад, в Кострому из Москвы явилось посольство. Посольство шло сюда 12 дней. Оно показалось со стороны Волги, и люди перешли на тот берег, на сторону Ипатийского монастыря по льду. Вот точно так же, как сейчас иду по льду я. Второе посольство вышло из Костромы, и у стены Патийского монастыря эти оба посольства встретились. Там к посольским людям вышли Михаил Федорович Романов и его мать, Иннокене Марфа. Был воскресный день, звонили колокола, действующие лица были настоящие. Не актеры Костромского драматического театра, а реальные исторические персонажи. Настоящий Михаил Федорович, настоящая Иннокене Марфа. Настоящие посланцы Земского собора, представлявшие русские сословия. Собор избрал на царство Михаила Романова. Оставалось его только уговорить. Я юбист, не опытен. Россия здесь зеленая, измученная, разоренная. Требует царя, божья мудрого, крепкого. Цену еще не в совершенниках. Да при том, московского государства люди из молодуши стовались, давали свои клятвы прежним московским государям. 16-летний избранник поначалу наотрез отказался от царствования. Послы уговаривали его шесть часов. А в конце концов, архиепископ взял икону Федоровской Богоматери и сказал, если не склонитесь на милость ради нас, то послушайтесь ради чудотворного образа царицы всех. И уговорили? Господи, госпожа, все причистое дело, Богородица Мария, Матерь Божья, не внушайте нас грешно, на твою милость убавай. Твои причистое руки предаю час мою. Настань его, запусти стены, устрои ему полезное. И всему православному христианству. Я согласен. Принимаю царский скипетр. Обещаю хранить и защищать землю русскую. Вот так и рождалась великая монархия великой страны. А смутное время заканчивалось. Приняв царство, Михаил отправился в Москву. Он уезжал из монастыря вот от этих ворот. Не от зеленой башни, как пишут в интернете. Ее тогда попросту не было. А через 300 лет, в 1913 году, сюда приехала вся императорская семья. Кабинет министров, потомки Сусанина и участников посольства 1613 года. Ничего более пышного стены монастыря не видели. Надеюсь, еще увидят в 2013-м на 400-летии дома Романовых. Царская династия началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Некоторые считают, что это непростое совпадение, что большевики намеренно уготовили такой конец августейшей семье. Династия Романовых в России прервалась, но мы даты с ней связанные хорошо помним. И это прекрасно. До свидания.